здравствуйте дорогие друзья с вами александр сазонтов и я как всегда представляю вам свой авторский канал рождения новой жизни и в этом небольшом видеоролике я хотел бы с вами поговорить о такой замечательной рыбки как скалярия которую вы наверняка все знаете многим она очень нравится многие любят многие знают о ней все но некоторые не знают ничего и хотели бы хоть что-то узнать в этом видеоролике я думаю что я не открою какую-то из истину но тем не менее думаю что людям которым нравится эта рыбка и хотели бы ее завести некоторые интересные моменты содержание разведение покупки этой рыбки знать будет интересно и так в начале репортажа конечно я хочу порекламировать вам один на мой взгляд интересный канал они познаны ссылочка будет под видео я думаю что кому интересно тот заглянет посмотрит полюбопытствует если понравится подпишется вот ну а я буду продолжать свой рассказ об замечательной рыбке скалярии и так происхождение этой рыбки как вы наверняка все уже знаете это северная амазонка то есть будем говорить так что это южная америка но северная ее часть как правило это еще вдобавок река оренока такой бассейн реки оренока вот но так как это все-таки северная амазонка а не южная то в южной у нас знаете да живут дискуссах приток амазонки а вот северных приток амазонки встречается скалярка вот на во все времена нам было известно как бы три основных вида скалярок вот но дело в том что уже как бы давно никто не ловит рыбок в природе только так если для разведения и поддержания вида в основном все рыбки а их у нас не так много ну по видам это основной конечно кои там вуаль черные серебристые дымчатые и так далее это уже вариации этих рыбок из них самый норм ценно это более-менее кои вот и самый известный и самый может быть распространенные хотя остальные рыбки и их вариации не менее ценные но это уже все они искусственно выведенные так как рыбка присутствует на российском рынке примерно с тридцать девятого года на европейском рынке с двадцать шестого или двадцать девятого рыба года в америке так что рыбка давно уже всем известная ну продолжаю о ее содержании значит в аквариумах эта рыбка содержится с другими миролюбивыми цихлидами ее можно спокойно держать с дискусом так как верхняя граница у скалярки и нижняя граница у дискусы у дискусы находится в одном диапазоне вдвоем вернее не вдвоем а два эти вида в одном аквариуме уживаются прекрасно но это есть не конечно не касается их разведения потому что во время разведения каждый из этих рыбок становится по-своему территориально и агрессивно но как по отношению к другим рыбкам так и по отношению друг другу то есть рыбкам своего вида вот а так в общем то рыбка медлительная мирная грациозная выглядит в аквариуме прекрасно поэтому ее рекомендуется держать в домашних аквариумах ну здесь есть свои тонкости при содержании значит столб воды в аквариум должен быть не ниже 40 50 сантиметров это именно столб воды связано с тем что у взрослых особей скалярки тело достигает высоту примерно там 20 даже до 25 26 сантиметров при этом длина этой рыбки составляет максимально где-то 10-12 сантиметров то есть сами понимаете что тело серьезно вытянутое в высоту именно с этим связано и вода на пару как правило от 40 до 80 литров то есть ну в 40 литрах им будет тесновато а вот 80 литров на пару это нормально и того допустим если у вас там немного рыбок крупных то есть пара там дискуссов пара скалярок или там может быть 456 скалярок вполне от 100 150 до 200 это их объем в котором они будут себя чувствовать прекрасно к воде особо скалярки не требовательно ну конечно главное чтобы она была чистая так что ежедневные подмены еженедельно извиняюсь подмены 10 15 20 процентов от общей емкости это будет только приветствоваться соответственно температура воды ну нормально это даже если она будет опускаться у вас иногда до 20 градусов не смертельно но лучший диапазон это от 24 до 28 30 градусов 26 29 градусов это нормальная температура если держите это эту рыбку с дискуссами то соответственно 29 это оптимал то есть 28 минимум для дискуссов 30 максимум для скалярок хотя в случае заболевания этих рыбок они очень чувствительны к медикаментам и не рекомендуется этих рыбок пока не использованы более другие способы так сказать лечить химией попробуйте для начала поднять температуру до 30 30 33 35 градусов кратковременно ну кратковременно я считаю не более 4 5 дней потому что больше так сказать рыбе уже будет тяжко и она будет чувствовать себя угнетенной тем более за это время все паразиты микробы и так далее которые могут прилипнуть к скалярки по идее должны быть уничтожены так как именно это та температура при которой вот эти все паразиты не выживают рыбка переносит эту температуру спокойно ну соответственно температура к вода воды положительные плюс значит кислотность нейтральная то есть 67 градусов даже до 8 ну нет особо не чувствительны но когда кислотность средне то это само собой нормально тоже касается и жесткости воды переносит они достаточно так сказать крепко и стойко любую от мягкой до жесткой но средний параметр они всегда более предпочтительны поэтому особо заморачиваться на параметрах не надо если у вас обычная водопроводная вода значит имейте ввиду что пускать рыбку конечно нужно в суточную отстойную воду при этом она уже будет себя чувствовать прекрасно не испытывать каких-то угнетенных состояний так это все что касается происхождение и содержание кормежка рыбка всеядно поэтому если есть какие-то мелкие рыбки или рыбки с мальками имейте ввиду скалярка это все-таки цихлида и она все-таки хищник поэтому ваш ваше потомство мальков мелких рыбешек как от гупи и так далее меченосов там живородящих или других икромечащих мальков будут просто уничтожены все-таки это хищник рот большой в отличие от дискуссов поэтому скалярки питаются как так сказать мороженым мотылем к среднем крупным мелким так и живым мотылем хорошо промытым давать можно никаких проблем соответственно также если приучены хорошо едят сушку то есть сухой корм подойдет здесь и специальный корма там для тетры от тетры я имею ввиду там jbl других фирм сиера и так далее то есть все корма подойдет можно также спокойно делать смеси этих кормов добавлять туда свои природные то есть выловлены высушенные дафнию циклопа и так далее кстати не рекомендую давать или вообще заливать в аквариум вот эти вот болотные смеси циклопа и дафнии если у вас есть дома вырущенные дафнии пожалуйста никаких проблем и возражений нет просто из-за любой речки болота и так далее с водой можно занести туда столько паразитов заразы потом не знаешь как от них избавиться особо не старайтесь заливать вот эти пузырьки купленные на рынке потому что гидра занесенная из аквариума очень плохо выводится вам придется туда заливать грубо говоря ни одно ни один флакон перекиси водорода чтобы гидру это уничтожить кстати если кому интересно как уничтожить гидру ставьте лайки вы пишите так сказать в комментах обязательно сниму или расскажу как это дело делается был у меня есть у меня опыт уничтожение гидры соответственно и уничтожение всех вот этих волосяных покров наростов на растениях это все уничтожается перекисью водорода ну а я продолжу об этой прекрасной рыбки свой разговор дальше итак для того чтобы вам развести эту рыбку для начала вам нужно так сказать приобрести мальков рыбка вообще это стайная и до половозрелости они предпочитают плавать стайкой поэтому лучше чтобы получить хороших производителей нужно покупать не меньше 6-80 штук то есть 8-10 штук это то количество когда вы можете получить хорошую одну или две пары вот почему рекомендую одну две пары даже больше может быть и три дело в том что рыбки приносят всего где-то 400 500 ик рынок если из них выживет половина хорошо иногда они откладывают икру до 1000 ик рынок но это чисто теоретически практически я такого не встречал ну то есть я опять исхожу из своего опыта у меня такого не было может у кого-то есть тысячи было к тысячи икринок да кто их считал вот если выживает половина все отлично дело в том что при всем своему уважению к скаляркам как родители они не всегда хорошие большинство конечно ухаживают за своим потомством вернее и за икрой и так сказать за мальками но встречаются отдельные особи и их достаточно много которым по барабану то есть если икра упала куда-то на пол поднимать и уже никто не будет считать что это уже потерянная икра и и либо кто-то съест либо она просто помутнеет побелеет и погибнет поэтому соответственно из этих так сказать нюанс я и схожу что скалярка не очень хорошие родители так сказать вот откладывают икру скалярки обычно на листах либо и хинодоруса широкий лист либо криптокорина и тот и другой чем хорош тем что у них большие хорошие икры листья для откладывания именно в аквариуме икры значит рыбки их чистят потом откладывают икру и потом эту икру обмахивают стоят около этих листиков или одного листика вот чем плоха криптокорина она не выдерживает высокие температуры то есть если у вас рыбка находится в обычном аквариум без дискуссов с другими рыбками и средняя температура аквариума у вас 24 27 28 градусов то криптокорина как правило в таких аквариумах присутствует если у вас средняя температура 29 30 градусов то конечно через неделю две-три криптокорина у вас накроется она не выдержит такую температуру и хинодоруса более-менее такую температуру выдерживает но будем считать так что лучше конечно если скалярки откладывают икру в нерестовике и вы ее инкубируете будем говорить так специально то есть хотите развести но в большинстве случаев скалярки откладывают все таки икру в общем аквариуме если вы хотите точно сто процентов получить потомство как я делаю я беру этот листик и убираю его в нерестовичок где включена такая повышенная аэрация в воду добавлено немножко синьки чтобы не было там никакой гнили и чтобы у вас не погибла икра кстати если все таки вы не намерены убирать но последите как рыбки ухаживают за икрой как правило через день они эту икру с этого листика переносит на другой листик либо на другое понравившееся им растение либо на какую другую поверхность также это может быть и камень и термометр и градусник и вплоть до так сказать фильтра внутреннего поэтому здесь ничего такого нет пугаться не нужно они за ней ухаживают это их потомство ну если вы уже как говорится это потомство вернее икру убрали в нерестовик обязательно включайте аэрацию держите температуру в нерестовичке 27 29 градусов и соответственно через 24 28 даже иногда 30 часов может чуть-чуть побольше у вас соответственно икра вылупится и уже где-то через недельку так сказать превратиться в мальков и мальки эти поплывут ну о том чем кормить мальков я думаю что существует куча в том числе и на моем канале репортажей то есть это и дафния это и может быть инфузория если она самая простая вот и другие живые корма для мальков именно включая калавраточку вот они очень питательны на них малек поднимается очень быстро и очень быстро растет в дальнейшем можно соответственно давать рыбкам уже резанный трубочник хорошо помыт и отстойный ну и так далее поднимается легко рыбках не капризные очень интересная поэтому всем рекомендую для содержания соответственно когда у вас много мальков по выращенных и они сыгрывают пары именно тогда вот эти пары и стоит убирать из общего аквариума или если вы хотите допустим оставлять то тогда убирайте других чтобы не было драк потому что когда пары сыграны вы это сразу увидите пары территориальные занимают какое-то место в аквариуме отгоняет всех даже если у них и в этом время нет ни мальков не икры вот как отличить самца от самки я думаю что многие знают но для тех кто не знает во первых самец не обязательно будет крупнее чем самка скорее всего он будет просто такой же размером как и самка но он будет у вас лоб у него толще он такой с бугорком ну не бугорок у самочек он такой покатый будем говорить так а у самцов он так сказать как круглый выпученный то есть самцы вот такие все они вы всегда определите перед тем как допустим они становятся вернее готовятся к нересту у них сразу анальные плавнички вернее анальный конус такой становится как припухший и так далее вот и и то есть понятно по поведению что они готовятся к нересту чистят либо камень либо место либо другие растения для того чтобы отложить икру ну самочки конечно они немножко элегантней чем самцы выглядят во всяком случае такие интересные хотя самцы тоже интересны но я и сейчас рассказываю не о самих рыбках отличие самца от самки вот думаю вам всем это все понятно ну что на этом буду заканчивать репортаж надеюсь что вам понравилось думаю что кто еще не решился завести такую прекрасную рыбку как скалярочка уже решится на это вот но остальные кто чего не знал я думаю что им тоже интересно может быть кто-то узнал что-то для себя но кто-то не узнал ну на этом буду заканчивать кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал рекомендуйте друзьям ну соответственно добавляйте в плейлисты и смотрите в плейлистах удачи до новых видео с вами был александр сатлантов